Ну что же, я приветствую вас, дорогие зрители и читатели портала rus.tvnet.lv. Это дискуссионная передача «Кто вам платит», которую вы можете смотреть на портале rus.tvnet.lv, на платформе YouTube и в записи на канале 7. Теперь вы можете нас смотреть в любое удобное для вас время. Мы меняем немножко формат, выходим не каждую среду в 6 часов вечера слова, которые я говорила вам на протяжении трёх лет. Мы будем выходить в записи, ищите нас, когда вам удобно и где вам удобно. Неизменным остаётся одно, мы продолжим говорить о всех тех темах, которые взрывают общество и социальные сети в Латвии. Меня по-прежнему зовут Эрика Сташкевич, и здесь в студии, как правило, я работаю с моим легендарным ведущим Вадимом Родионовым, и сегодня не исключение, тоже Вадим сегодня здесь со мной. Ты меня сегодня так представил, это впервые, по-моему, за три года легендарно. Что произошло? Легендарная запись и не менее легендарный врач-радиолог сегодня у нас в студии. Сегодня каждый эфир мы стараемся пригласить гостя сюда в студию, чтобы обсудить какие-то животрепещущие темы. К этой теме мы подбирались уже очень давно. Тема здравоохранения, есть и нашумевшие случаи, о которых хочется поговорить. И в целом системность симптома или болезни здесь у нас запущена или не очень в системе здравоохранения, и поэтому с нами молодой врач-радиолог, врач-резидент Восточной больницы Артур Шилов. Приветствую. Здравствуйте. Я бы начал, на самом деле, с такого вопроса. Он меня, правда, волнует, потому что я недавно прочитал историю одного пациента, который боялся сделать гастроскопию и пропустил онкологию. И вообще существует масса стереотипов о процедурах, например, что гастроскопия болезненная, что бронхоскопия это страшно делают без наркоза. Я просто знаю людей, которые не идут. Это классика. Это каждый прием. Но я встречаюсь с пациентом больше всего во время такого обследования, как ультразвук, потому что, когда мы описываем компьютерную томографию магнитной резонанса, мы пациентов не видим. Это уже больше работа со снимками, которые сделаны. А во время ультразвука это... Это не больно, это не так страшно. Ультразвук сам. Очень многие тут недавно, буквально еще пару дней назад было, что человек впервые в жизни, в районе 60 лет возраста, делал вообще какой-либо ультразвук. Мы даже не будем уточнять, какой именно, что вообще, ну, в наше время немного тоже нонсенс. И причина очень простая, потому что он не знает, что это он боялся этого. То есть, ну, если человек, как раз, уже пришел, значит, вынужден был прийти и как-то перебороть свой страх. Обычно в первые, там, 30 секунд они понимают, а оказывается, здесь ничего не больно, тебя просто водят зондом по телу, по определенной части тела, и тогда... И мы, конечно же, рассказываем, что мы видим. И частенько нам приходится говорить, что да, в вашем случае необходимо еще было бы сделать или советуем, что рекомендовано сделать эндоскопию. Она, как правило, бывает верхняя-нижняя, то есть в народе это называется коброй, то, что приходится глотать такой длинный шланг. Есть люди, которые готовы это сделать без наркоза, это значит без общего наркоза. То есть даже если человек в сознании, он все равно получит такой спрей, который, бывает, мы сами используем при просудах, при больном горле. Только он намного замарался, там, с лидокеином, намного большими дозами, совсем другими. Помню, у меня голова окружилась после. Это нормальная, да, история? Это совсем без наркоза было. Да, ну, то есть мне дали что-то выпить и потом делали кобру. Обычно сейчас часто делают при анестезии. То есть это укол, укол в вену, человек засыпает, 10 минут, и все в порядке. То есть поэтому те, кто боятся, то есть там причины бояться вообще нет. Мне кажется, чтобы с этим, не знаю, правильно ли слово, бороться, просто стоит один раз рассказать. Мне кажется, что больше люди в наше время начитаются чего-то в интернете. У меня есть такое, я обычно это не рассказываю публично, это мы с коллегами так говорим. Когда есть время, которое есть обычно редко, что я делаю? Есть такая группа на Фейсбуке. Как называется? Или не будем ее рекламировать? Я не знаю, можно ли рекламировать. Там дают советы пациентов. Это огромная группа, мне кажется, одна из самых больших, где люди друг друга спрашивают советы про всяких разных врачей, процедуры и так далее. И частенько тоже спрашивают про, ну, что там, какой-то прыщ или что-то сфоткали, выслали в эту группу. Ну, ужас, что там происходит. Но там советы дают, естественно, не врачи. Не врачи. Ну да, я только об этом. Я, может быть, не хочу рекламировать в целях того, что это не полезный ресурс, что люди там друг друга расстраивают. Там очень полезно, где можно быстрее попасть на обследование. Где такое делают? Мне выписали такое, не могу найти. В этом плане очень полезно. Но когда начинаются друг другу давать советы или как бороться с одной или с другой причиной, ну, это, я думаю, как любой форум в интернете псевдомедицинский. Я видела ваш комментарий тоже нашим коллегам, журналистам о том, что пока врач учится 12 лет, там, медицина, научные знания, там, гранит науки грызет, у людей теперь есть Google. И это, ну, может быть, с одной стороны и хорошо, но с другой стороны и не очень хорошо, потому что все мы, ну, лучший врач это Google. Ты можешь теперь набрать какой-то набор симптомов. И часто ли приходят сейчас пациенты, которые уже все про себя знают, уже в Google все прочитали и сами уже говорят свой диагноз и план лечения, и только требуют, что вот делайте вот так. Я бы, наверное, сказал бы, каждый второй уже что-то прочитал. Не могу сказать, что там каждый второй уже знает свой план лечения и так далее, но также то, что мне открыто говорят тоже. Ну, я, наверное, из молодых врачей, которые, так как я учился очень достаточное время, долго в Австрии и Германии, там одна из первых вещей, которые учат молодым врачам еще в студенчестве, если ты заходишь или на приеме пациентов, или ты заходишь на любое собрание, где врачи, ты должен всегда представляться. Это то, о чем иногда пациенты очень часто жалуются, о коммуникации, что, например, мне неприемлемо тоже кажется, что пациент пришел, мы не знакомы. То есть первое, что я всегда говорю, «Здравствуйте, меня зовут доктор Шилов Артур, сегодня я вас буду обследовать». И тогда мы начинаем, продолжаем уже разговор по теме. И частенько, когда я так говорю, мне говорят, «Да-да, мы уже все посмотрели, мы уже все знаем о вас, может, ничего не рассказать о себе». Я хотел вот по поводу стереотипов, потому что, ну, я недавно вырывал зуб, и мне говорили, что это будет не больно, и это правда было не больно. Но когда ты идешь, ты все равно этого опасаешься. Я так понимаю, что современная медицина – это вообще не про боль. То есть все процедуры, которые делают, они достаточно безболезненны. Одна из главных вообще инициатив и тем современной медицины – снизить количество боли. То есть неважно, это процедура, это диагностика, это не должно быть страха, не должно быть боли, и пациент должен быть, ну, грубо говоря, мы должны сделать эти условия как можно более комфортно. Понятно, что где-то мы не можем предотвратить все полностью, весь дискомфорт, который может быть пациент получить, но в плане боли, особенно если мы говорим про онкологию, если мы говорим про детскую медицину, это есть отдельные организации, отдельные ассоциации, отдельные инициативы международной организации здоровья, которые нацелены на то, что все действия, медикаменты, методы, они должны быть о том, чтобы было как можно меньше боли. И если там тоже у нас, мы, например, работаем в инвазивной радиологии, очень часто пациенты говорят, да-да, мне там рассказывали, 10 лет назад это настолько с ужасной болью было. У нас такого понятия нет. То есть мы все процедуры делаем с целью так, чтобы как можно было меньше боли. И мы уже предотвращаем, мы знаем, что некоторые, ну, очень болезненные процедуры, или у пациента там в течение 6 часов развивается болевой синдром, так называемый, но он получит все полностью медикаменты. То есть такой проблемы больше нет. Ну, в Латвии, надо сказать спасибо, что в Латвии у нас нет такой проблемы, что какой-то медикамент недоступен, что мы его не можем дать пациенту, чтобы не снизить боль. Вот эти, я еще, извини, просто закрыть, я потом дам тебе. Потому что почему вот эта история про боль, это советская стоматология? Я еще ее застал в 80-е годы, когда тебе сверлили зубы, там вообще не стоял вопрос. О, наркозия тебе делали, это все по-живому. И каналы, в том числе, делали по-живому. Это я, к счастью, не застал, но многие вспоминают. Я недавно просто пост написал про советскую стоматологию, и там было какое-то безумное количество комментариев и воспоминаний. А вот оттуда идут эти стереотипы, как вы считаете? Откуда они? Вот этот страх. Я до сих пор понимаю, что где-то в глубине души у меня тоже есть какие-то фобии, связанные там. Пойти. Я кобру глотал без наркоза, и когда говорят, может, еще раз, ну так, ну думаешь, а может, не надо, а может, еще это отложить там и так далее. Я думаю, что в большинстве, конечно же, это связано с каким-то негативным опытом своим личным или родственников, или кого-то другого, опять же, с интернета прочитанного. Но очень-очень много, ну, меняется, это и вправду. Но с этим приходится бороться, да. Это стереотип до сих пор пациентов, что что-то где-то будет больно, потому что или со мной так было, или мне кто-то сказал. То есть такого не должно быть. Я говорю, до конца дискомфорт нельзя, да. То есть, ну, медицина, мы не работаем со здоровыми людьми, к сожалению, особенно в больницах в большинстве своем, да. То есть дискомфорт в любом случае какой-то есть, и это у людей, у которых уже есть какая-то проблема и боль, это один из очень частых. Чтобы закрыть вашу тему боли, чтобы был другой опыт, я могу сказать, что я, короткий человек, который ходит на все процедуры, я очень оценила прогресс, который перешел вперед, и делала эндоскопию, и колоноскопию тоже, и все это под наркозом, и все это безболезненно, и все это настолько чудесно. Глазки закрыла, глазки открыла, результаты получила. Это очень важно вот так рассказывать, что это и вправду. Да, и это и вправду очень легко. Тут, мне кажется, у нас, возможно, в Латвии есть две крайности. Люди, у которых есть страховки, которые очень сильно заботятся о своем здоровье, и, может быть, напрягают врачей тем, что ты здоровый, у тебя нет, в принципе, никакой симптоматики, но то, что ты можешь проверить, ты себя сканируешь, может быть, ты ипохондрик по своей природе, или у тебя есть такая возможность, и ты вот начитаешься чего-то, впечатлишься, и всю себя идешь, сканируешь. И, ну, в какой-то степени, может быть, я понимаю таких людей. И вторая крайность, где люди, которым действительно надо бы провериться к 60 годам, ну, не гоже не проверить некоторые органы, и эти люди все равно этого не делают. И у нас как будто бы вот нет вот этого баланса, но мы на пути к этому. Хочется на шаг назад, вот вы упомянули о коммуникации, что вот вас учили всегда представляться, и говорить, что вы начинаете обследование, и это, возможно, помогает наладить какой-то контакт с пациентом. И в то же время вы и врач-резидент в Рижской Восточной клинической университетской больнице, Рагус, Гайлизер, с которой в народе больше известен. И эта больница очень много была в последнее время в новостях. И мне кажется, как будто бы нельзя не проговорить как раз-таки об отношениях врачей и пациентов, и родственников пациентов, что в данном последнем случае было актуально. Напомню контекст. Я не верю, что есть люди, которые не знают этой истории, но в двух словах контекст был такой, что в больницу был доставлен мужчина, достаточно молодой, 43 года, после обширных уже реанимационных мероприятий, после инсульта. И врачи продолжали бороться за его жизнь. Была констатирована клиническая смерть мозга, и родственница пациента была не согласна с тем, что решили врачи. Был диалог, контакт между лечащим врачом и родственницей, который закончился. Ну вот всё вышло на такую конфронтацию, была вызвана госполиция. И последние новости о том, что было заведено дело об административном правонарушении, там денежные штрафы за это. Но сейчас адвокат врача хочет переквалифицировать это дело с административного в уголовное, и в целом врач хочет компенсацию в размере 8 тысяч евро. Ну вот так развивались события. Может быть, конкретно по этому случаю, и я не требую комментариев конкретно по этому случаю, хочется в целом поговорить, это симптом какой-то запущенной болезни коммуникации, это что-то чрезвычайное, или это, в принципе, будни, с которыми мы сталкиваемся, и обе стороны друг друга не слышат. На ваш взгляд. Я бы, наверное, начал с того, что, с одной стороны, я из тех людей, которые, когда говорят, что у нас есть проблемы с коммуникацией со стороны медицинских работников, неважно, это врач, медсестра, санитары, помощники медсестёр, помощники врачей, я не из тех, кто будет сразу говорить, нет-нет-нет, это проблема на стороне только пациентов, проблема со стороны коммуникации пациентов. Нет, у нас есть, это нужно, ну, то есть, это факт, у нас есть проблема, и она, я бы больше сказал бы, у нас не будет ни одного момента, когда мы с ней справимся, и ни в одной стране мира такого нет, что с ней можно справиться. Это скорее процесс, то есть, когда мы пытаемся улучшить коммуникацию между медицинскими работниками и пациентами, это процесс, у которого не видно конца, всегда будет что-то, что можно ещё улучшить. Да, с медицинских, я очень понимаю людей, которые говорят и рассказывают о своём очень неудачном или плохом опыте коммуникации, что в упомянутой больнице, что в остальных клинических, университетских больницах, что в региональных больницах, неважно, это везде, истории, на самом деле, они практически одни и те же. 95% проблем отношений пациентов и врачей связаны с коммуникацией, и никогда нельзя сказать, с чьей стороны. Опять же, если мы говорим, когда вот от медицинских работников, от коллег особенно, конечно же, этот случай обсуждался очень много, он вызвал большой резонанс и среди медицинских работников, когда мы говорим о том, что со стороны пациентов есть проблемы с, можем это назвать, отношением не только к медицинским работникам, отношением к себе, отношению к своему здоровью, к желанию быть частью, потому что это всегда общее дело, то есть здоровье и визит к пациенту, вообще, с чем бы это ни было бы связано, это общее дело. Это, кстати, вот я родился после, уже как распался в Советский Союз, но потому как рассказывают, что это в Советском Союзе было так, что, как врач сказал, это авторитет, так и будет, да. Современная медицина о том, что мы всю ответственность делим, и поэтому важно и сотрудничество медицинского работника с пациентом, также важно и то, что пациент вовлечен в это все, то есть он заинтересован и так далее. Это что-то, какие-то эксцессы или что-то? Нет. Если мы говорим конкретно о вербальных, то есть словесных, там, ругательств, матных слов, нападок со стороны пациентов на медицинских работников, если бы вы спросили бы у кого-то, кто работает в неотложной медицинской службе, они бы сказали, да, это каждый день, как бы не проходит и дежурство, когда этого не происходит. Я, как человек, который работал, может, и недолгое время, могу только это подтвердить, это и вправду так. Конечно же, почему именно этот случай вызвал такой резонанс? Потому что никогда не доходило, наверное, до рукоприкладства. Во всяком случае, даже если доходило бы, то это были какие-то... То, что не выходило в публичную среду и тем более не приводило к тому, что медицинскому работнику приходится самому попадать в приемное отделение больницы. Надо, опять же, здесь признать, что есть отделения, в которых работа не только медицинских работников очень сложная, тяжелая, и там, где тяжелые пациенты, но и коммуникация, в свою очередь, из этого с родственниками исходит, ну, она на тяжелейшем уровне. Это обычно приемное отделение, куда поступает очень много пациентов в разных состояниях и в тяжелейших медицинских состояниях, и вследствие того, что эти люди что-то сами употребляли, и нужно коммуницировать и с ними, и с их родственниками. Опять же, интенсивная терапия, это, я думаю, вообще как отдельная тема, потому что это тяжелейшие пациенты, это тяжелейшие решения, это обычно вопросы, на которых нет одного, это не черное или белое, и понятное дело, что, ну, если мы так говорим, то немного не удивляет, что что-то такое случилось именно там. Ну, мы вот банально со стороны рассуждали, наше такое мнение, может быть, не связанное с реальностью, что, как правило, вся вот эта проблема в коммуникации от какого-то незнания, как себя чувствует родственник пациента, это наше рассуждение, вы можете подтвердить эту гипотезу или нет, что в тот момент, когда твой близкий человек попадает в больницу, у тебя как будто бы закрываются какие-то определенные, не знаю, двери, шлюзы, и ты не можешь добиться информации, а что же с ним сейчас вот происходит, а его там обследуют, не обследуют, а все ли правильно делают. И все мы знаем, что и там нехватка финансирования здравоохранения, и врачей, возможно, не хватает. И вот где вот этот баланс довериться системе и знать, что врач лучше знает, и в то же время, но, может быть, где-то не доглядели, не досмотрели, и ты себе никогда не простишь, что ты не позаботился о своем сыне, муже, маме, брате. Этот список можно продолжать. И вот этот баланс между незнанием, неверой и воспитанной коммуникацией, в целом, есть ли у нас вообще какая-то система, мы даже рассуждали, должен ли врач вообще коммуницировать с роднёй пациента. Может быть, должна быть какая-то служба посередине, врач должен лечить и спасать, и должна быть система, как родня коммуницирует с медицинским персоналом. Может быть, это даже должен быть не врач. Я не знаю, мы рассуждали даже о каких-то системах, не знаю, электронах, в лайт-радар летит самолёт, и ты знаешь, что он приземлиться, и также вот твой родственник лечится, вот прооперировали, сделали это, сделали это, и ты каким-то образом контролируешь и немножко снижаешь градус. Это были вот наши обсуждения за кадром, без вас. В целом, хотелось бы понять, какая у нас сейчас система и как это надо делать по уму, чтобы избежать этих эксцессов. Ну, здесь, опять же, нужно с двух сторон говорить. Значит, неважно, что происходит, может быть, опять же, с медицинскими работниками, нет никаких обстоятельств, при которых должно быть рукоприкладство. Опять же, я не могу комментировать этот случай, потому что нас никто не информирует, и, возможно, даже нам не нужно знать все детали. Я информирован так же, как и вы, с публичной только среды. Ни при каких обстоятельствах вообще не должен подниматься вопрос рукоприкладству, нет. То есть даже не только по отношению к медицинским работникам. Мы говорим о полиции, мы говорим о пожарной службе и так далее. Никакого рукоприкладства ему нет места. Второе, нету тоже места тому, что с родственниками пациента не должно быть никакой коммуникации. То есть если вопрос задается мне, должен ли родственник пациента, особенно если это пациент, который поступил в тяжелом состоянии, где он находится без сознания, в коме, или в каком-то другом состоянии, в котором он не способен коммуницировать с родственниками, что родственникам недоступна информация, это недопустимо. То есть если такие случаи есть, значит, система должна быть нацелена на то, что эта коммуникация есть. Я не готов там в деталях входить, должна ли быть какая-то дополнительная еще, то есть звено, которое помогает коммуницировать. Мне кажется, это было бы лишним. То есть мой, опять же, опыт показывает, что в Германии, что в Австрии это обычно или врач сам разговаривает напрямую с родственниками, то есть обычно это есть отведено определенное время. Также в больницах я бы сказал бы, что, опять же, я не могу говорить обо всей системе, но нет такого, что врачи недоступны. То есть у врача должно быть время, об этом обычно медсестры или другой персонал сообщают родственникам, если он родственнику, если он хочет прийти и поговорить. Особенно в той же интенсивной терапии мы уже слышали публично от коллег больницы Гайлизерса, заведующих, то, что никто не собирается ограничивать каким-то либо образом посещение родственников или что у родственников нет возможности пойти туда. То есть эта возможность всегда была. Ковид был, может быть, специфическим временем, и когда пандемия гриппа, эпидемия гриппа, тогда может быть по-другому. Но, в общем-то, это должен быть врач, это может быть тот же помощник врача. Есть вопросы, с которыми может коммуницировать медсестра. Любой пациент, который поступает в приемное отделение и потом идет на обследование или переводится в отделение, есть номер. Мы делаем точно так же. Если мой родственник, и за последние года такое было достаточно тоже часто, мой родственник поступает в приемное отделение, я не звоню каким-то коллегам или кому-то, или что-то пытаюсь еще узнать. На сайте есть телефон приемного отделения. Ты звонишь, и тебе говорят, до сих пор находятся в приемном отделении, там планируется, сделано то, 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 или обследуется. Я также здесь, это хороший вопрос дискуссии, насколько детально должен, ну, это вот вы должны мне тогда сказать, вас интересуют показатели всех анализов крови, которые пациенту сдали, и чтобы вам по телефону этот работник, который там сидит, во-первых, не справится, то есть это физически там должно сидеть их тогда 15. Ну, во-вторых, это опять-таки гугл, вкладка, и ты начинаешь по количеству эритроцитов давать советы, как же там надо что дать или не дать. Мое личное мнение, что этому не место, то есть, но знать, что пациент находится в приемном отделении, что проводится обследование и так далее, или что пациент переведен в такое-то отделение, и когда пациент переводится в отделение, я лично сам, ну, мой опыт, я бы сказал бы, может быть, не идеальный, но плюс-минус положительный, что когда пациента переводят, родственника переводят в отделение, всегда была возможность позвонить, и мне говорили, да, там переведен, в таком-то состоянии, все в порядке, посетить там можете завтра, или, ну, то есть, коммуникация была вполне… Но если ты хочешь увидеть лечащего врача, то, скорее всего, медицинский персонал тебе скажет, так, значит, Эрика, завтра, с трех до четырех есть возможность поговорить с лечащим врачом. Вот как это происходит? Это было бы в норме, это так и происходит, так и происходит обычно. Не совсем бывают, я знаю, случаи, когда в отдельных случаях говорят, вы знаете, ну, там, попытаетесь прийти в восемь, раз пришел, два пришел, три пришел, но это недопустимо, такого не должно быть. И нам тоже нужно учиться здесь, в Латвии, тому, что, может быть, для кого-то это кажется, ну, что, если пациент лечится, ну, не надо тратить время, мы здесь с ним работаем, да, почему вы там все время интересуетесь. Я считаю, что в таких случаях это нужно, ну, не негативно реагировать со стороны медицинского персонала, а тогда нужно сразу расставить эти рамки, да, вот вы сегодня пришли, мы с вами поговорили, в следующий раз, если что-то как-то меняется, мы вам, во-первых, звоним, или мы тогда можем встретиться через такое-то, такое-то время. Так это происходит во всей… Ну, на практике, вот то, что я слышу, врач должен лечить, да, конечно, но система должна быть упорядочена так, что у него есть время и разговаривать с родственниками пациентов в назначенное время. Система Латвии функционирует по такой логике? На практике это так и происходит? На практике мы опять возвращаемся к тому, что у нас не хватает медицинского персонала, и если мы здесь говорим о врачах, все время говорят врачи, 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 статистически у нас на самом деле врачей, может быть, даже было бы и достаточно, то есть по среднему показателям Европы. У нас самая большая проблема – это медицинский персонал как медсестры, помощники медсестер, помощники врачей. То есть это люди, у которых… которые выполняют… Ну, не считай, средний персонал, мне не нравится, не совсем средний, я не понимаю, почему все время называются средним. У каждого своя роль в медицинской команде, и у них роль, которую не может выполнить врач. Точнее, врач может быть, но зачем мы тогда учим врача 12 и более лет? Для того, чтобы делать работу, которая не требует такого образования. И я бы сказал бы, что вот эта часть работников, нехватка их, как раз приводит к тому, что очень часто врачам приходится делать, а иногда и медсестрам приходится делать там работу санитаров. И это все в совокупности, да, приводит к тому, что у врачей, может быть, нет должного времени, чтобы этим заниматься. Опять же, моя позиция очень простая. Нехватка времени, то, что ты переработался, то, что ты устал… Ну, мы все устали. Вы, наверное, тоже можете говорить, что вы устали работать. Это не повод, чтобы коммуникация с пациентом была агрессивной, полностью закрытой или какой-либо другой. Есть еще другая проблема. Если вы меня спросите, мы очень часто видим, то есть к чему приводит эта нехватка. Бывает так, что пациенты жалуются. Вот я там лежал в таком-то отделении, медсестра там одна все время кричала, и это агрессивная коммуникация или там санитар. Да, есть такие случаи, и это не нужно сразу кидаться, защищать медицинский персонал. Да, к сожалению, в системе есть люди, которым, например, с моей точки зрения, с ними должны вестись переговоры. Если что-то не меняется, то, к сожалению, им не место в медицинской среде. Но к чему мы тогда приходим и какая картина на самом деле? Их можно завтра уволить. Кто на их место придет? Ну вот мы плавно и переходим к этой следующей теме. Я просто добавлю. Это сейчас не про ничего конкретного, но как я обычно коллегам пример привожу. Я говорю, вот представьте, у вас есть человек, который, например, тягает пациентов, санитар, переворачивать, перевозить и так далее. Знаете, эта зарплата, оплата труда, она смешная. Кто-то скажет, но там же ничего делать не нужно. Ну тогда придите, поработайте. А кажется, что это тяжелее, чем на стройке, может быть, работать. И я говорю, представьте, что этот человек там пьет. Это неприемлемо на работе. Ну что значит пить на работе? Он должен быть уволен. Но на его месте полностью нигде никого нет. Ну и я коллегам, это как философический такой пример. Философский. Тогда лучше пусть пьет и спокойно делает свою работу. Или у нас вообще тогда не будет никого, кто может выполнять работу. И никакой работы в медицине не будет. Я ни в коем случае не тяну к тому, что кто-то должен... Это можно так истолковать, что мы настолько толерантны, что... Нет, не должно быть. Но, к сожалению, оплата труда и нехватка рабочей силы приводят к тому, что да, иногда в системе и некоторые люди позволяют себе, возможно, слишком много в плане коммуникации особенно, потому что мое мнение в этом случае в том, что они думают... Чувство незаменимости. Они понимают, что если не здесь, то будут работать другом где-то. Ну вот мы так и плавно подошли. Прозвучали уже цифры, вот тоже, мне кажется, ассоциации молодых врачей, которые вы возглавляли три года, о том, что был или опрос, или исследование. На сегодняшний день 25% молодых врачей изъявили желание покинуть страну, чтобы работать с границей, 12% медиков уже это сделали. В то же время сейчас звучит, что как будто бы с врачами у нас, может быть, даже и не такая окутная, как сказали бы врачи, проблема. И на самом деле вся проблема как раз-таки в среднем или вспомогающем медицинском персонале. Может быть, какими-то большими мазками вы можете пояснить, насколько мы близки к тому, что наши врачи стареют, и некому будет нас лечить, это наша проблема, или некому будет помогать врачам нас лечить, может быть, как-то процентуально, какими-то большими мазками, чтобы это было понятно любому среднестатистическому жителю Латвии. Да, я попытаюсь очень просто. В течение последующих 10 лет рабочий рынок врачей, медицины, именно сейчас насчет врачей, их примерно 7,5 тысяч в Латвии покинет 30%. То есть 30% будет пенсионного возраста, и плюс собираются покинуть. То есть у нас уже очень много, практически 50% семейных врачей, а это больше 500, уже находятся за рубежом пенсионного возраста. И 30% как-то нужно вернуть на рабочий рынок. Это на самом деле не такая простая задача, как кажется. Ну что, возьмите, обучите. В 3 раза больше. И это значит, что если решения, которые мы принимаем сегодня, они на самом деле с таким эффектом будут через 12 лет. В политике вообще нет таких понятий, как 12 лет. Во всяком случае, мой опыт показывает, что ни один политик, до сих пор, с которым я встречался, в категориях 12 лет, они не думают. Это 3 созева сейма. Именно так, это 3 созева сейма. А чтобы принять какой-то план, получить к этому финансирование, принять решение, и тогда только еще через 12 лет получить эффект. То это не так легко. Да, мы сейчас решили проблему. Мест обучения в резидентуре достаточно много. Их уже в один момент сейчас начались опять волнения насчет того, что очень много, потому что мы не справляемся с таким количеством обучаемых врачей. Семейных врачей именно, или вообще любых врачей. Любых врачей, потому что для того, чтобы обучить любого врача, нужно определенное количество пациентов. Если это оперирующие специальности, определенное количество операций, если в больнице делается 500 каких-то операций, то мы не можем... Сегодня мы каждый год брали по 2 врача-резидента, а завтра мы берем 15. То есть это количество они делят на 15 голов. Это одно. То есть, да, вопрос... Опять же, я здесь все время и политикам мы пытались объяснить, что мы скоро придем к тому, что нам придется платить деньги другим государствам, другим больницам за границей, чтобы они... Мы посылали своих молодых врачей туда работать, получать опыт. И в лучшем случае они возвращались. Потому что в обратном случае мы можем... На бумаге это очень просто. Сегодня мы даем 5 миллионов евро. Мы обучаем в 2 раза больше молодых врачей. Через 12 лет на бумаге у нас достаточное количество врачей, у которых качества никакое. Потому что они за это время как бы не имеют доступа к телу, нет столько пациентов, кого лечить. Да, они не имеют такого опыта. Сейчас бы среднестатистический зритель сказал бы, ну, посмотрите, сколько у нас запущенных больных. Некого вам лечить. Что вы глупости говорите, господин Шилов? Я недавно как раз делал одну операцию, маленькую, на самом деле, в Элите. И там как раз я с фирмом... Молодой хирург, кстати, мы с ним там тоже поговорили. Я говорю, что-то у вас сегодня многолюдно. Ну, сказал, подтвердил это другим глаголом, что да, очень. Ну, то есть там он как раз работал без остановки. Ну, там мелкие операции. Но просто история в том, пациентов не хватает или не хватает квот, чтобы вылечить всех этих пациентов? Пациентов, конечно же, очень-очень много. Но если мы говорим о особенно оперирующих специальностях, то есть где какие-то манипуляции нужно выполнить определённые, то там ты не можешь прыгнуть выше головы всё равно. То есть пациенты, конечно же, не становятся здоровее вследствие того, что и стареет население. Но пациенты – это ещё одна часть. А вторая часть, что это же не просто так, что у нас есть количество пациентов и что у нас есть группа обучаемых врачей. Между ними ещё стоит отвечающий врач, который помогает, курирует это всё. Здесь у многих всегда ассоциации с разными сериалами, и американскими, и русскими разными. Но в наше время это немного по-другому. Это не настолько в таких варварских условиях всё. То есть врачи вовлечены и вправду за то, чтобы отвечать, что делают также молодые врачи. Поэтому сейчас мы… Опять же, это ещё одна проблема, что людей, которые готовы обучать молодых врачей, их не становится больше, их становится меньше, потому что, опять же, врачи стареют, врачи выходят на пенсию и так далее. И другой, вторая часть вопроса была про медперсонал, которые медсёстры. Количество бюджетных мест в колледжах, университетах просто неимоверное, которое сейчас есть. Но они будут встречаться с точно такой же проблемой. На бумаге мест может быть очень много. Но они должны проходить практику, они должны получать опыт. Потому что всё-таки образование на бумаге теоретическое – это одно, а практический опыт – это всё-таки другое. И мы, возможно, сможем обучить их в неком количестве. Вопрос, опять же, сколько их останется на рынке, сколько уйдёт работать в частично медицинские сферы, особенно косметологию – это, опять же, вопрос, возвращаясь к зарплатам, оплате труда. Но какое-то движение в сторону того, что мы начали думать, что нужно больше мест, нужно больше обучать, оно началось. Но, опять же, что квалифицированная медсестра – это 4 года обучения. Всё, что принимается сегодня, результат будет только через 4 года. А эмоциональное такое перегорание? Потому что у меня есть знакомые, друзья, врачи, которые работали, молодые достаточно, которые работали в больницах, и потом ушли. Ушли в частную сферу. «Всё, я больше не могу». Ну, то есть я ушла в частную, ну, у меня знакомые, ушла в частную сферу и довольна. Хотя она работала и в детской клинической больнице, и в Страдане, и так далее. Просто потому, что уже не хватает эмоций. Оперирующий врач, кстати. Да, опять же, нужно брать конкретный, ну, говори тогда о конкретном примере. У некоторых людей это просто объём работы, которые на них навешивают. Она об этом и говорила, да. У некоторых это комбинировано ещё с оплатой. Я бы сказал бы, что, ну, здесь я бы не делил бы, что это частная медицина или государственная. В плане оплаты частная медицина, конечно, намного отличается от государственной. В больших больницах, региональных больших больницах работают люди, потому что это обычно, скажем так, та настоящая медицина, ради которой очень многие из нас шли в эту медицину. То есть это тяжёлые случаи, это интересные случаи, это помощь людям. И, ну, будем всё-таки открытыми, что этот уровень знаний, который не то чтобы даже уровень знаний, а разновидность случаев и тяжесть этих случаев, но она очень сильно отличается в частном секторе. Да, я об этом тоже рассказывал. И в госсекторе. И где-то, опять же, ну да, это несправедливо многим кажется, что ты работаешь с намного тяжелейшими случаями и получаешь намного меньше, чем работа, как бы делал, может быть, так, опять же, неправильно говорить, что легче работа. Она не совсем легче, но, наверное, морально и физически, да, она будет легче, ещё и оплачивается лучше. Но то, что молодых врачей, опять же, это из опросов, которые мы проводили и проводим каждый год, одна из причин, которая приводит к выгоранию, это даже не то, что оплата. Одна из причин – это то, что тебе очень часто приходится бороться с системными проблемами. То есть ты готов, ты обучен, ты готов помочь пациенту, ты готов всё сделать ради него, но система тебе не даст. То есть это недоступность, когда пациентам недоступны медикаменты, то есть пациент не может их себе позволить. Это номер один. Номер два – ты должен отправить пациента на обследование или к другому специалисту, и это физически невозможно. Ты можешь звонить кому угодно, просто или специалистов не хватает, или недоступно какое-то диагностическое обследование. Даже за деньги. Иногда даже за деньги. То есть то, что мы встретились, когда закончилась активная фаза вся ковида, о чём начали говорить даже частные медицинские учреждения, что даже за деньги уже невозможно попасть. Но там очень большой скачок был того, что два года люди не ходили. Потом, опять же, как это и было, многие поняли, что нужно следить за своим здоровьем, потому что каждый знал кого-то из знакомых или родственники, кто очень сильно пострадал от ковида или с последствиями для здоровья или, к сожалению, со смертью тех же знакомых или родственников. И люди очень активно начали думать о своём здоровье. Во всяком случае, мы тоже вот среди коллег это очень сильно заметили. И наплыв пациентов был очень большим. И когда ты не можешь отправить пациента, когда ты им не можешь помочь, то это то, что приводит к самому выгоранию больше всего. Я хотела бы ещё к хорошим немножко новостям перейти. Обычно я люблю и такой пятиминутка хороших новостей в рамках «Кто вам платит?». Два момента. Один прозвучал за кадром о том, что образование в Латвии, медицинское образование в Латвии даёт возможности, которые могли бы позаведовать европейские коллеги. Вот хочу, чтобы это и в эфире прозвучало, поделитесь опытом. И закончить хочу тоже такими прорывными новостями в медицине Латвии, который был такой прекрасный сюжет под заголовком. В Латвии впервые применили заморозку для лечения рака, насколько это передовое решение, это везде так делают, и мы наконец-то к этому пришли, почему это важно, вот какие-то две такие хорошие новости поделитесь нам, чтобы эфир не вышел настолько пессимистичным. Всё-таки хорошее что-то тоже есть. Да, нет, в медицине определённо всегда можно найти что-то хорошее. Насчёт возможностей, я, скажем так, я не только патриот больницы, в которой я работаю, патриот своего города, страны, но я также защищаю медицинское образование. Да, мы можем там, пусть дерутся политики с представителями университетов, с директорами, ректорами и так далее, и у нас есть много чего, каких минусов, но, опять же, всё познаётся в сравнениях. Я целый год медицинское образование получал в Австрии, то есть весь пятый год медицинского факультета я закончил на немецком языке в Австрии и частично работал до этого в Германии, потом ещё раз летал, меня приглашали постажироваться. Во время резидентуры уже был опять ещё раз в Германии, Португалия, США. И мой опыт, я обычно разбиваю всякие стереотипы тех, кто начинает рассказывать, кто начитался, опять же, коллеги в интернете. Теоретическое образование в Латвии очень хорошее. И плюс наших университетов, что университет эстрады, не латвийский университет, они дают очень много возможностей. То есть если человек хочет, если человек мотивирован, ты можешь ехать на стажировки, ты можешь, и тебе ещё за это заплатят, ты можешь проходить разные практики, ты можешь получать разные стипендии, ездить на конгрессы, и даже намного больше, чем коллеги из-за границы, потому что у них нет там, например, такого большого количества времени, которое им дают, чтобы они могли не выполнять свою прямую работу. То есть в этом плане ничего плохого я не могу сказать. Я обычно встаю на сторону критики того, что мы немного либеральны. То есть у нас так, что мы даём очень много возможностей, а потом смотрим, кто из медицинских студентов или врачей приходит и использует эти возможности. Мне хотелось бы, чтобы это вот этот процент был намного выше, но мы не можем просто сидеть и думать о том, что вот они сами придут и будут использовать эти возможности. И я обычно пытаюсь достучаться тоже до определённых людей, которым говорю, надо заставлять людей. То есть, ну, это... Использовать возможности и попрактиковаться в мире, например. Да, да. То есть это должно быть в каком-то плане тоже обязательным. То есть должны... У нас как-то дискуссия с Министерством здравоохранения была. Мы хотели, чтобы они на государственном уровне ввели то, что каждый врач-резидент должен как минимум три месяца, то ли три, то ли шесть месяцев обязательно быть за границей. Мы сами осознаём то, что это не всегда возможно. Там есть разные ситуации. Дети, семья, родственники, там, уход за родственниками. Ну, не всегда можно просто так взять и выехать за шесть месяцев. Но, да, иногда мы не видели просто других возможностей. И мы знали, что министерство это не примет. Но возможности здесь уникальны. Мне очень часто задают вопрос тоже школьники, которые заканчивают школу или только-только вот закончили. Ну, есть ли смысл вообще? Может быть, тогда сразу ехать, получать образование в той же Германии? Ну, не будет ничего особенно лучше. Если ты очень мотивирован, можно выбиться везде, можно везде получить хорошее образование. Но здесь, на родном языке, на латышском, все возможности учиться, получить бюджетное место, ещё лучше, если стипендию, с намного большими возможностями. Очень часто не осознают, с какой конкуренцией приходится встречаться за границей. Я ещё помню, когда мы разговаривали уже с бывшим руководителем Долгов-Пилска, региональной больницы. Он тоже приводил пример, ну, конкретно про свою региональную больницу, что там молодые врачи, мы с молодыми врачами тоже там поговорили. У них вообще очень быстро есть доступ к телу, доступ к снаряду, потому что там есть очень большие деньги были вложены в инфраструктуру и в какие-то технологии. И то, на что в Риге, возможно, студенты там стоят в очереди и раз в неделю что-то могут делать, то там, например, ну, от того, что врачей не хватает, ты очень быстро вообще попадаешь и к разным препаратам, агрегатам, какой-то технике. И это мечта молодого врача, что ты очень быстро вообще попадаешь в такой водоворот событий, ну, конечно, под присмотром куратора. Я думаю, что если мы сравниваем Латвию на фоне Европы, это тоже выгодное преимущество, что врач гораздо быстрее становится практикующим, да, или нет? Или это только в Даугупилсе? Нет, не только в Даугупилсе, в отдельных отделениях. Он прав, то есть там правда в том, что в Риге в большинстве, может быть, отделений это не так, потому что очень много коллег. Но за границей точно так же. Если мы берем большие университетские больницы, там молодые врачи к чему-то очень-очень поздно получают доступ. И в маленьких больницах у них точно так же. У них большая нехватка врачей, и есть намного больше возможностей практически научиться что-то делать. Но здесь опять же Латвия, в Латвии вообще плюс такой, особенно если сравнивать с Германией, нам как-то всем нравится с Германией сравнивать, потому что очень много туда уезжает латышских врачей. В Германии, да, ты получишь практические навыки позже, особенно в резидентуре. Плюс у них другой. Мы к этому пришли намного позже. Университет Страдения это начал, Латвийский университет, скорее всего, это начнет в ближайшее время. У них практическая работа с пациентами в очень большом объеме уже на последних курсах медицинского факультета. До этого наш врач молодой, который заканчивал первые 6 лет основного образования, выходил достаточно теоретическим врачом. И тогда первый год так называемой резидентуры, он был такой, когда ломались все стереотипы, теоретическая и практическая часть медицины. В Германии они поняли, что вход в эту практическую должен быть намного быстрее. Но потом, когда мы говорим о каких-то манипуляциях, операциях, он так у них быстро останавливается. Они умеют коммуницировать с пациентами, они быстрее учатся работать с пациентами. Но если мы говорим о практических навыках, в конце концов, особенно в резидентуре, то потом мы выравниваемся и проходим вперед них. А говоря о проекте нового вида лечения рака почек, да, это передовые технологии, никак по-другому нельзя назвать. Это то, что в Европе делается примерно 7-8 лет, последние года 4. На это уже есть конкретные. Тогда уже были исследования, но сейчас уже долгосрочные такие исследования, которые показывают эффективность этого метода. Надо сразу сказать, что этот метод – это не так, что у нас есть любой рак почки, и сразу вот этот метод мы можем применять. Это дополнительный метод лечения для определенной группы пациентов. И он по факту, сейчас мы можем сказать, что он вошел как один из видов, которым мы можем пациенту помочь очень часто, чтобы не пришлось вырезать целую почку. А в большинстве своем этот метод вообще для пациентов, у которых уже по какой-то причине осталась только одна почка, и в этой одной почке или повторно, или первично образовался рак. Это проходит операция под общим наркозом. Аппаратура, новейшие технологии опять же, специфические иголки, через которые проходит газ, аргон. Для меня это тоже все было новое еще пару лет назад. Газ, аргон, температура минус 140 градусов вокруг кончика иголки, под контролем компьютерной томографии. Мы позиционируем их, и этим занимаются инвазивные радиологи. И начинается, опять же, это кажется так легко, обычно я рассказываю, отсканировали, посмотрели, где образование, вставили пару иголок, заморозили. Оно заморозилось и растворилось, или оно заморозилось, и вы как-то изъяли? Нет, это главный вопрос пациентов. Нет, каркас как таковой остается. Умирают полностью все раковые клетки. Поэтому это проходит под контролем компьютерной томографии. Можем видеть, как растет ледяной шар, и там есть определенные принципы, сколько мы должны за рубежом самой опухоли быть. И главное, то есть, опять же, делают люди, которые 15-18 лет и учатся, и работают, потому что вся эта планировка, то, как правильно позиционировать эти иголки, и как понять, что мы смогли заморозить полностью все, что мы должны были заморозить. Но это и есть то know-how, которым мы и учились, приезжая к коллегам. В Литве это делают уже, да, тоже как минимум 5 лет очень активно они это делают. Начали они 8 лет назад, они были намного впереди нас, и мы пытаемся сейчас догнать, на самом деле, литовцев. Мы не вышли вперед, мы отставали. То есть, это передовые технологии, но мы пытаемся бежать за тем поездом, хотел сказать, восточной, нет, западной медицины и медицины западных стран Европы, и пытаемся в него запрыгнуть. И, конечно же, мы рады тому, что это не без бюрократических проблем, это требует неимоверных усилий. Иногда кажется, что одна из причин выгорания, иногда кажется, что это нужно только тебе самому и тому пациенту, которому нужна помощь, и никому, может быть, другому в округе, и это как будто система против. Система не нацелена на то, чтобы проводились такие инновации, но мы опять можем радоваться тому, что в разных специальностях медицинских есть люди, которые готовы, ну да, даже жертвовать немного собой, чтобы что-то такое вводилось. Мы заболтались, мы хотели ограничиться получасовым эфиром, очень много чего обсудили, я думаю, главные выводы, что образование медицинское в Латвии хорошее, несмотря на доминирующие стереотипы, нам не хватает среднего медицинского персонала, и коммуникация это, мне кажется, дорога с двусторонним движением, где взаимоуважение должно быть с обеих сторон. Такие, наверное, основные выводы сегодня. Спасибо, что посмотрели этот эфир, если посмотрели его от начала до конца, и, как обычно, мы будем радовать вас в любое время на Рустово.нет на канале 7. Ищите передачу «Кто вам платит». Спасибо большое. Спасибо.